о землетрясении и цунами в Японии. Виталий, кстати, отдал значительную часть гонорара на помощь жертвам землетрясения, жертвам радиации. У него, братьев, кличко есть, скажем так, основания, личные основания. Я не буду вдаваться в подробности, в семье у них есть люди, которые пострадали от чернобыльской аварии, так что они знают, что такое радиация и что такое быть жертвой радиации. Я так дал слово Майклу Бафферу. Он просто сейчас объявляет бой, называет официальных лиц. Это вот когда зрители, измученные ожиданием, сидят и из последних сил ёрзают. Вот они выслушивают вот эту долгую песню о судьях, супервайзерах и так далее. Нет, ну все это надо сказать, конечно. Вот он совершенно зря закрыл девушку. Вот лучше бы кланялся, да, да, да. Вот здесь можно только молчать, да? Let's get ready to rumble. Приготовимся к драке. Запатентованная фраза Майкла Баффера, как сейчас. А вот и отлоньер Солис. Ну что? В общем, животик нам покажет. Так, в общем, как-то пухловат, я бы сказал. С тех пор, как Солис перешел в профессионалы, он никогда не весил меньше 111 килограммов. Ой, как мы себя любим. Ой, какие мы красивые. Складочки там такие вот, да, 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 две, да. Ну две это не страшно. Страшно, когда три. Вот. Да, да, да. Нет, ну, в общем, не изматывал себя так по виду Солис с тренировками. Он такой серьезный обжор и Солис и ведет неравный бой с холодильником. Но это я потом расскажу. Сейчас видите на экранах Кличко. Доктор Железный Кулак. Это кличка Виталия Кличко. Мне каждый раз, когда я слышу голос Майкла Баффера, хочется как-то пригнуться. Но я вернусь к Солису. Он ведет вечный неравный бой с холодильником. Как правило, холодильник побеждает. Но вот в этот раз я бы сказал, что, судя по формам живота Солиса, что на этот раз бой с холодильником закончился в ничью. Победила дружба с тем же холодильником. Ну, сейчас я вот еще немножко перестану нести всякую околесицу, потому что начнется бой. С этой стороны не было видно, насколько Солис ниже ростом Виталия. Виталия рост 202 сантиметра. А у Солиса официально 187. Я видел его много раз. По-моему, нет там 187. Это часто. Бывает, что не очень высоким тяжам приписывают 2-3 сантиметра. Так я уверен, что в Холлифилде тоже нет 189, как ему пишут. Или 188. Там пишут 6 футов 2 дюйма, это 6,2 с половиной. Ну, вот и начинается бой. Первый гонг мы услышали. Солис хороший, боксер, серьезный, олимпийский, чемпион 2004 года. Правда, выступал тогда на Олимпиаду, выиграл в месте до 91 килограмма. Вот, обещал нокаут, обещал, говорил, что совершенно не уважает Кличко. Ну, и так далее, и так далее. Вот сейчас посмотрим. Ну, попробовал удалить справа сейчас. Ну, это все начало первого раунда. Это мало еще о чем говорит, так сказать. Активное прощупывание друг друга такое начинается. Не более того. Смотрите, уже вот второй раз, как бы, наказывает, полу наказывает солист Виталия за опущенную левую руку. Это, но Виталий всю жизнь держит левую руку вот так вот. И, в общем-то, знает, как это делать. Попытался перехватить, перехватил даже не атаку, а так вот, выпад Виталия с Олимпиаду. В общем-то, так немножко напряженно, я бы сказал, начинается бой. Солист хороший боксер, очень хороший. Его единственный, так сказать, недостаток, что он немножко мелковат для этого веса. А вес у него такой, для этой весовой категории, а вес у него такой наеденный, а не натренированный. Он 112 килограмм весит в этом бою. Второй результат за спортивную карьеру. Первый был 101, типа, ну, там буквально на полкило, на 200 грамм, там меньше, что-то такое. Почти 112, да. Вот, Виталий на килограмм тяжелее. Но это все ни о чем не говорит, понимаете. Это разница в весе, такая, в килограмм. Не это здесь будет решающим. Пока, вот насколько я вижу, этот бой неудобно обоим. С Олису неудобно, как неудобно абсолютно всем с Виталием Кличко. А Виталию тоже неудобно. Сейчас справа, хорошо, но зацепил. Что такое? Нокдаун уже. Зацепил. Это вот то, что я сказал, зацепил. И все. Как? Не может быть. Да, все. Как? Ногу подвернул. Что случилось-то? Боже мой. Бой закончен. Давайте посмотрим. Вот удар по макушке. Но не казался он таким уж особо страшным. Вот тот удар справа, который я сказал, что зацепил. И Олис катается за колено. Ну, не достает. Не достает. Вот, вот этот удар. Ну, не по вискам. Выше виска пришелся. И что? Что там случилось-то? Нужно было бы ноги показать. Так, 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 так. Ну, если вы что-то поняли, то вы умнее меня. Давайте еще раз посмотрим. Вот, пошел. Промазал. Получил по макушке. Так, чуть-чуть. Но не... И... Ага. Ну, вот теперь более-менее понятно. Но Виталий, как, так сказать, тонко чувствующий поединок, боец, он увидел, что Солис неудачно, неудобно стоит очень, и пошел на него в этот момент. Пошел в тот момент, когда Солис стоял в раскоряку. Солис упал, подвернул ногу. Вот и все. Вот и все. Вот и весь бой. Что-то я такого даже не припомнил. Ну, давайте еще раз посмотрим. Ну, получил. Там удар сильный был, да. Удар был сильный. Он, придись такой в челюсть, там Солис бы до завтра проспал. И ногу бы ломать не понадобил. А, вот там, видели, там... Да, 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 да. Произошло перераспрямление над ним. Ну, черт возьми, да, это Хенри Маске. Олимпийский, чемпион и чемпион мира по профессионалам. Да, он также страшно разочарован. Замечательный боксер был, между прочим. Олимпийский, чемпион мира по профессионалам.